Оригинальные кирпичи со штампами 1879 года свидетельствуют о времени постройки здания. Самарская публичная библиотека располагалась на улице Дворянская и занимала весь второй этаж дома купца Христензена. На первом этаже был магазин, на третьем сдавались квартиры в наем. В библиотеке часто бывал Петр Владимирович Алабин. В это здание приходила как читатель сестра Ленина Анны Ириничны Ульянова Елизарова. Эту библиотеку посетил Горький, которому, правда, не повезло. Он сел на стеклянную витрину, провалился и после этого не полюбил библиотеку. Но Самара ее любила. По отзывам словаря Бракгауза и Ефрона, самой авторитетной дореволюционной энциклопедии, Самарская публичная библиотека считалась лучшей провинциальной библиотекой того времени. Публичная библиотека была настолько популярна, что сидеть было просто негде. Читатели располагались даже на подоконниках. Кстати, когда во время реставрации строители меняли окна, сняли слой краски из подоконника, и обнаружилось, что он сделан из мрамора. Оконные конструкции восстановили по чертежам того времени. Привели в исторический вид и фасад здания. Заменили крышу и соорудили световой фонарь. Сейчас к реставрации готовят интерьер помещений. Заказали стилизованные под ту эпоху обои. В библиотеке хранятся раритетный рояль, мебель, предметы старины и книги. У нас неплохой фонд революционной литературы, и после реставрации нашей музейной зоны мы его будем открыто предоставлять. Подержать в руках, полистать. Да, конечно, домой мы ее не отдадим, потому что, понятно, это очень ценная литература. Но ознакомиться обязательно, да. Уже в декабре этого года обновленная публичная библиотека откроет двери читателям во всей своей красе. Она будет интересна не только просто читателям, а в том числе, как и музейное пространство города, в котором бережно будут сохраняться все лучшие традиции, заложенные Петром Алабиным и Константином Карловичем Ульготом в развитии библиотечного дела и сохранении уважительного отношения к книге. Стоит отметить, что и во время реставрационных работ библиотека открыта для читателей. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События.